Июль, день девятый. 22 июля по новому стилю. Память преподобного Коприя. Святой Коприй, самовидец святого Патермуфия и повествователь о чудесах его, был саном пресвитер и также имел от Бога благодать чудотворения. Он жил в тех же египетских странах, исцеляя различные болезни в людях и изгоняя злых духов. Когда однажды он рассказывал собравшимся к нему братьям на пользу душ их о жизни преподобного Патермуфия и других святых, то один брат, не доверяя его рассказам, не слушал его и задремал. Но вот во время сна своего он увидел в руках святого Коприя книгу, написанную золотыми письменами, из которой он рассказывал нечто братьи. Около него стоял святозарный муж, почтенного вида, украшенный сединами. Этот муж, грозно взглянув на дремавшего, сказал:"Почему ты не веришь тому, что говорится, и не слушая дремлешь? Брат воспрянул в ужасе от сна, тотчас сказал другим о том, что видел, и с тех пор стал с верою и вниманием слушать все беседы святого Коприя. Однажды у преподобного находились странствующие иноки, пришедшие к нему послушать его бесед на спасение души. В это время к дверям келии подошел один поселянин с сосудом, наполненным песком, и стал дожидаться, когда старец окончит свою беседу. Братья же, увидев человека и песок, спросили старца:"Для чего принесен этот песок?" Старец ответил:"Не следовало бы мне, у чада, говорить вам об этом, чтобы не показаться тщеславящимся делами Божиими и чтобы не потерять воздаяние за труды свои. Но так как я вижу, что вы предприняли долгое и трудное путешествие к нам, то не скрою от вас того. А для вашей пользы поведаю вам дела Божии, какие Бог благоизволил совершить через нас грешных. Земля того селения, которое находится поблизости от нас, была весьма неплодородна, и от хлеба, какой сеяли на Нивах, едва-едва получалось обратно посеянное. Какой-то червь поедал стебли и подгрызал колосья, прежде чем они созревали. Жители того селения все были едолопоклонниками, но с помощью Божией благодати мы всех их обратили в святую веру и окрестили. Став христианами, они явились к нам и стали умолять нас, чтобы мы помолились за них Христу Богу, дабы Он послал их земле плодородие. Мы им сказали, мы помолимся, но вы должны иметь непоколебимую веру в Бога. Тогда они обещали содержать твердую веру и, набрав в пазухе песку с той земли, по коей ходят наши грешные ноги, стали просить меня, чтобы я именем Господнем благословил им этот песок, как семена. Я сказал им, да будет вам по вере вашей. Они же, придя домой, смешали тот песок с хлебными семенами и посеяли все на полях. И вот тогда уродилось столько хлеба, сколько не получают ни в одной местности Египта. С тех пор, всякий год, земледельцы приходят к ним и приносят нам, для благословения, песок. Вера их не обманывает, и они всегда имеют урожай. Преподобный Коприй, однажды вступив в пререкание о вере перед народом с еретиком Манихеем и видя, что он не может смиренными и кроткими словами своими одолеть велеречивого гордеца, захотел делом показать правоту своей веры. Он велел развести большой огонь и звал с собою туда еретика, чтобы выяснилось, чья вера правая. Кто не сгорит, говорил святой, тот, значит, верует правильно. Манихей же сказал ему, «Сначала войди ты». Святой вошел в огонь, но пламя перед ним расступилось на обе стороны, и он в течение получаса времени стоял на угольях, как на траве, без всякого вреда для себя. Он вышел из пламени невредимым, даже и одежд его не коснулся огонь. Видя это, народ весьма удивлялся и прославлял Христа Бога. Еретик же не хотел входить, но народ бросил его в пламя, и он тотчас начал сгорать там. Однако, весь обожженный, он успел выскочить из огня и побежал. Народ, схватив его, кричал, «Пусть еретик будет сожжен». Преподобный Коприй успокоил народное волнение и отпустил еретика, обгоревшего как головня, живым. Около своей кельи старец имел небольшой сад. В этом саду он разводил хлебные злаки и плоды, которые шли на пропитание приходивших к нему странников. Один же идолопоклонник, зайдя ночью в этот сад, украл плодов столько, сколько мог унести, и часть их, придя домой, стал варить в котле на огне. Но прошло более трех часов, много дров было им сожжено, а плоды не только не сварились, но даже и вода в котле не согрелась. Это необычайное обстоятельство привело в сильное удивление грабителя, и он, сознавая свой грех и уразумев силу Христову, действующую в христианах, взял все украденное и даже то, что уже было в котле, и снес к ногам старца, признаваясь в совершенной им краже. При этом он просил у старца прощения и умолял сделать его христианином. Случилось, что в то время у старца было много странников. Все они возрадовались о чудесном обращении того человека ко Христу, вкусили от тех плодов и возблагодарили Бога. Кроме этих чудес преподобный Коприй благодатью Христовою совершил и много других и почил с миром. Он удостоился одинаковой чести с преподобным Патермуфием в Царстве Господа нашего Иисуса Христа, которому подобает честь и слава со Отцом и Святым Духом вовеки. Аминь. Кончина преподобного Коприя последовала в четвертом веке. В тот же день память святого священномоченика Кирилла, епископа Гортинского. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова